У вас произошло время, насколько это действительно разные покрытия, все просто очень сильно возмущаются, особенно лидеры мирового тенниса, как женского, так и мужского, говорят, что больше не поедем, играть там не будем. Вы тоже лидер, тоже как бы, наверное, можете возмутиться или наоборот похвалить. Ну да, действительно много было сказано и возмущений больше, естественно, чем каких-то радостных вестей. Дело в том, что любая новизна в теннисе очень воспринимается со штыками, потому что очень традиционный и старый вид спорта. И поэтому даже новое поколение теннисистов, сегодня молодых Джоковичей, наверное, можно Вику отнести, Азаринку нашу, которая сегодня первая в мире, тоже видят, что все было и так хорошо. Теннис прогрессировал, рост, зачем что-то менять. Поэтому, ну, я думаю, что это характерно теннисистам. Действительно, отличие было значимое не столько в цвете именно хорта, потому что мы привыкли там с зеленого на красный переходить и так далее, а именно вот в ощущении ног передвижений по корту, потому что там, видимо, не угадали с составом, он был очень скользкий. И, естественно, для лидеров, которые привыкли к каким-то обычным условиям и привыкли выигрывать, вот это вот новое покрытие создали значимый дискомфорт. Поэтому каждый из них, кто имел возможность, высказал свое недовольство. Я думаю, что все равно теннис будет расти, прогрессировать. Уже хозяин этого турнира в Мадриде заявил, что они постараются подкорректировать именно скользоту покрытия. Цвет, скорее всего, останется, потому что, как вроде бы после опросов многочисленной публики сказали, что на фоне голубого им теннисный мяч видеть легче. То есть для зрителей, в первую очередь, большая дань отдается именно им и пытаются развивать спонсорские возможности. То есть за счет этого цвет корта останется, а вот по поводу скользоты будут пытаться предпринять какие-то методы на следующий год. Ну, Ролан Горос будет стандартно на красном грунте. Какие у вас планы? Понятно, что прогнозировать тяжело. И сейчас теннисисты, конечно же, тоже работают. И в первую очередь ваши соперники, братья Брайан, они уж точно не сильно хотели вам отдавать, наверное, первую строчку. Они захотят ее вернуть. Ну, безусловно, турнир Большого шлема – это вообще, как можно назвать, отдельным параграфом в жизни каждого спортсмена. Потому что столько всего происходит за эти две недели, за этот короткий период времени, что можно книгу написать об этом. Поэтому все как бы хочется, чтобы сложилось идеально. Мне доставалось возможности удачно выступать в Париже уже не раз, как на осеннем турнире Берси, так и на Ролан Горосе. Поэтому вот за плечами, имея такой груз и багаж, хочется верить в то, что снова будет Париж дружелюбным ко мне. Как там выйдет, на самом деле, покажет время. Я, в общем-то, физически готов и рад снова быть среди элиты мирового тенниса и претендовать на победу. Сам процесс вообще очень интересен. И турнир Большого шлема, каждый из них очень запоминающийся. Поэтому я с нетерпением жду начала его и буду стараться справиться со всеми его сложностями. А потом Олимпиада, буквально без отдыха. Продолжение следует...